Игорь Коломойский говорит, что Украине для изменений нужны миллионы Зеленских. Это, конечно, красивый образ, но самому Коломойскому хватит и одного для того, чтобы его влияние на политическую жизнь страны возросло в разы. Мы постоянно задаем себе ложный вопрос – а каким будет президентом Зеленский, если победит? И как это узнать, если сам Зеленский все время молчит и ни о чем не может толком сказать? Но на самом деле нужно искать ответ на совершенно другой вопрос – каким лидером страны будет Коломойский, когда победит Зеленский? Ведь Коломойский-то, в отличие от Зеленского, не молчит, он любит разговаривать. Уверенность в самостоятельности комика и его возможностях я оставлю его фанатам. Ничего нового в такой уверенности нет, как нет и никакого значения. Многие украинцы уже 25 лет с детским упрямством пытаются найти себе идеального президента, который решит все их проблемы. Эти люди стареют, но не взрослеют. И своих детей воспитывают такими же инфантильными и наивными. Впрочем, я не сомневаюсь, что уже через несколько месяцев эти же самые фанаты возненавидят своего избранника так же, как они ненавидели его предшественников, потому что ничего быстро не решится. Но лидером страны тогда уже будет Коломойский. А это значит, что олигархическое правление в Украине достигнет своей кульминации. Олигархи потому и готовы были ослабить Виктора Януковича, потому что он пытался заменить их своей семьей. Им потому и не нужен Петр Порошенко, как и Юлия Тимошенко, впрочем, что такой президент пытается, по примеру Кучмы, быть их третейским судьей, договариваться с каждым, нередко против каждого. Успех Зеленского – это успех клуба миллионеров. Хотя я не исключаю, что на первых порах Коломойский попытается отодвинуть товарищей, но быстро поймет всю бесперспективность такого подхода. Потому что борьба одного олигарха с другим – это оживление политики, а союз олигархов – это ее исчезновение. Впрочем, внутренние проблемы клуба олигархов не так важны, как важен сам подход Коломойского к политике. Зеленского почему-то стали сравнивать с Трампом. Но на самом деле Трамп – это Коломойский, в чистом виде, такой же политически неискушенный человек, который думает, что политика – это сделка. Но если у Трампа не получается договориться даже с Ким Чен Ином, то почему у Коломойского должно получиться договориться с Путиным? Политика – это, конечно, не сделка, это искусство адекватного и трезвого представления о своих возможностях и возможностях партнера. Политике противопоказано бизнес-мышление. Но если президент-бизнесмен во главе супердержавы – это проблема, то бизнесмен во главе такой страны, как Украина – это катастрофа неадекватности. И, кстати, именно элементы бизнес-мышления в действиях Порошенко и стали причиной его просчетов и неудач. В то время как политическое мышление помогло пятому президенту Украины выжить и бороться на выборах. Но самое главное, впрочем, не в этом представление о политике, как о сделке. Все верно, с Путиным не договорится никто и Украина обречена на годы, если не десятилетия конфликта. Главное то, что у власти останется та часть бывшей оранжевой майданной элиты, которая воспринимает Украину как проект, которая искренне не понимает, не ощущает Украину как страну и которая, будучи цивилизационным продолжением соседней России, не хочет себе в этом признаваться и оказывается в пустоте, как бы и не в России, и не в Украине. Зеленский действительно символ такой Украины, русифицированный, не понимающий зачем все это, внутренне презирающий село и местечко, из которого сама же она и происходит, но при этом по непонятным причинам требующий уважения у барина. Победа такой Украины, если она восторжествует, не решит политических и экономических проблем страны, но может открыть дорогу к новому украинскому восстанию. Восстанию, которое в очередной раз будет казаться антиолигархическим, но на самом деле в очередной раз станет национально освободительным. Виталий Портников. Буквально несколько слов. Конечно же, Портников прав. Зеленский – это номинальная фигура, и невозможно себе представить, что подобный человек пользуется успехом в Украине. Даже сама мысль о том, что такого прохидея и глупца, как Зеленского, действительно предполагают на посту президента. Ребята, я хочу к вам обратиться, украинцы, да что с вами такое? Но неужели вы не видите, что человек беспробудно глуп? Он играет роль. Человек совкового типа мышления. Ну посмотрите, какие сериалы он снимает. Я говорил о Зеленском еще год тому назад. Все эти его слады, эти все слуги народа. Оттуда же несет совком за версту. И это президент, который в одном из первых своих действий готов встать на колени, даже не пытаться разговаривать или что-то выторговать какими-то методами, нет. Он предлагает просто встать на колени и попросить. И вы хотите этого президента себе? Сейчас блогеры, я слышал, украинские борются за то, что Зеленский буквально блокирует тех, кто говорит против него. И вот за это нужно непременно бороться, потому что свобода слова, как и независимый суд, как и независимые выборы, это то, что делает страну демократической. И поэтому, если Зеленский действительно так поступает, если он шлет страйки на каналы тех блогеров, кто говорит против него, такого человека вообще нельзя подпускать к стране близко. Он не понимает, что такое демократия. А судя по его интервью, которое он дает, он вообще с трудом понимает, что такое политика, и гордится этим. Неужели вы верите, что каждая кухарка может управлять государством? Простите, нет. Страной должны управлять профессионалы, люди, кто этим уже занимались, либо имеющие смежные профессии. Не надо ни в коем случае сравнивать Зеленского с Рональдом Рейганом. Это разные фигуры. Рональд Рейган был актером лишь несколько лет, а затем больше 30-ти он занимался политикой, он был губернатором, он был сенатором. У него был огромный политический опыт, настоящая карьера, прежде чем он стал президентом. И я, кстати, согласен с теми, кто сравнивает Зеленского с Трампом, Беппо, Грилло или, например, Жириновским. Сейчас мы живем во времени, когда вот эти горлопаны-популисты просачиваются во власть. Если Соединенные Штаты, мощная демократия, не могут до сих пор сковырнуть этого идиота Трампа, уже практически все доказано, уже его персональный адвокат дал просто умопомрачительные показания. И все равно судейская машина, законодательная машина США не может перемолоть такого, как Трамп. Но страна в целом устоит, потому что это многовековая демократия. А такая страна, как Украина, с ее неокрепшей демократией вы не сможете переварить второго дурака типа Трампа, как Зеленский. Итак, господа украинцы, я не знаю ваших настроений. К сожалению, наблюдая за Украиной, я понимаю украинцев, что выбор там невелик. Как говорится, из плохого ассортимента нужно выбрать кучку поменьше. Но, может быть, все-таки в последний момент вы подумаете. Зеленский – это точно кучка побольше, несмотря на то, что это человечек маленького роста. Кстати, с психологической точки зрения нельзя выбирать людей маленького роста на высокопоставленные посты. Эти люди страдают кучей комплексов, в том числе комплексом неполноценности, который он будет реализовать за ваш счет. Посмотрите на соседнюю Россию. Там карлик метр шестьдесят всех ставит в интересные позиции, именно потому, что всю жизнь этот человек страдал от насмешек и человеческого презрения. Теперь он презирает весь мир. Что ж, украинцам желаю разобраться. Я, конечно, не могу ничего вам советовать, но будь я на вашем месте, Зеленский – это точно не тот человек, кого я мог бы себе представить даже в страшном сне на посту президента Украины.